Можно последний вопрос? Да. Как отвечать язычникам верующего Христа, которые говорят, что Иисус на кресте сказал, что свершилось, отменил закон и дал свой беда? А где это написано, что Он отменил закон? Вот я пытаюсь объяснять, но люди так вообще... Хорошо, мы с вами дойдем, если вы все лекции посетите, здесь в послании к римлянам мы с вами будем разбирать стих, который говорит, что конечная цель закона Мессия. А в русском написано, конец закона Христос. Правильный перевод с греческого. Конечная цель закона Мессия. И тогда это, конечно, легко соединяется с посланием Галатом, где написано, что закон дедоводитель ко Христу. Понимаешь? И людям просто хочется, понимаете, что так же точно, как неверующие говорят, Бога нет. Ну и что теперь? Бог исчез куда-то? Так же эти верующие говорят, отменили закон, а может никто их так и отменял. Почему? Потому что блудить можно сегодня? Нет. А воровать? А это что, не в законе написано? Он считает, что отделяют 10 заповедей от всего закона. Интересно, каким образом? Вы поймите, что когда вы читаете 10 заповедей, да, Сара, Деброд, во-первых, надо понять, что все 10 заповедей охватывают самые тяжелые категории нарушения. 10 заповедей, за них положена смертная казнь по тое, по закону. И там, где написано, не воруй, это не имеется в виду, не воруй кошелек. Понятно, что нельзя воровать и кошелек. Ну, это Клай-Уфра. Я, если что, заскочу. Спасибо. То есть, от общего к частному. Нельзя воровать. А что нельзя? Ничего нельзя воровать. Но заповедь говорит, что нельзя воровать людей. Потому что дальше, когда мы читаем Тору, мы видим, что если человек украл быка или овцу, есть штрафные санкции. Он вчетверо должен возместить. Понятно? Именно поэтому, когда к Закхею в дом приходит Ишуа, его касается Божья благодать. Он говорит, если кого обидел, воздал вчетверо. Чего это вдруг он решил воздать вчетверо? В законе так написано, он людей обворовывал. Он мытарем был. Он, исходя из закона, живя в Новом Завете, как правильный иудей. Он понимает, что недостаточно сказать, люди, я теперь хороший, моя жизнь изменилась, надо пойти и сделать шаги какие-то. То есть, возместить надо убытки. Но когда люди воровали людей, других, вот это каралось смертной казнью. Почему? Потому что в человеке есть образ и подобие Божие. И никто не имеет права ограничивать даже на пять минут свободу человека. Потому что Бог ее не ограничивает. Он позволяет неверующим не верить, блудникам блудить, воровать. Это допущение. Он не лишает их этого выбора. А люди, украв другого человека, порабощая его или заставляя что-то делать, тем самым посягают на позицию Бога. Фактически они нарушают вот этот вот важный принцип очень. Они себя как бы ставят вместо Бога. Они решают, кого убить, кого не убить. Убийство то же самое, кстати. Это все заповеди смертной казни. Блуд тоже побивали камнями или сжигали на костре. То есть любая заповедь, которую мы берем из десяти, она самой как бы тяжелой формы себя вмещает. Но человек, который вот эти две заповеди будет делать, он эти десять уже не нарушит. Теперь. Дальше 613. Это уже описаны легкие степени нарушения вот этих десяти как бы. Варианты. Как в юриспруденции расписано же с поправками. Все вот это. Так же и здесь Бог дает. И поэтому. Как сегодня человек может сказать, что Иисус на кресте отменил закон? Это высосано из пальца теологию. Ничего он не отменял. Почему? О! Это же не написано, правда? А в Новом Завете в Евангелии мы читаем. Да, он говорит. Любателе афер Тора, а любателе молот Тора. Он говорит, я не пришел отменить Тору, я пришел исполнить эту Тору. Более того, он говорит, пока все не совершится, ни один ют и ни один коц. Потому что в Торе есть еще не только, но гласные звуки появились, правда, в десятом веке. Масрад. Да, Масрадский текст. А до этого, вот как свитки, без огласовок все написано. Там еще помечено, где ударение ставить, где выше, где ниже. Куцин, пометочки такие, знаете, небольшие штрихи. Ни один штрих, он говорит, не изменится в этой Торе. То если сам Мессия говорит, я не пришел поменять. И он говорит, я не пришел отменить. Открыто говорит, я пришел это сделать, исполнить. Как может человек, пусть он будет хоть генерал веры, хоть маршал веры, там, не знаю. Как он может такое взять на себя и отменить то, чего не отменял никто. Вот и все, вот и вся апологетика, вот и все доказательства. Сам Господь говорит, я не пришел ее отменить. Когда он сказал, исполнилось, так это исполнилось. Все, что написано в Танахе. Как можно объяснить слово, исполнилось, отменил там, да. Я на днях, но тоже читал. Я критикую сейчас, да, читал я книгу. Вот американский адвокат ее написал. Доказательство защиты Бога. Даже название само, я думаю, Бог не нуждается в защите. Он вообще никого не боится. Это первое. Второе. Там он интересная такая, жалко не взял. Может завтра возьму вам, прочитаю. Пишет, как бы, вот, в Торе имена на иврите, они означают вот это и вот это. И там потом предложение жильным шрифтом выделено. У него прямо Евангелие, там благая бес. Ну и вот он говорит, Бог в самом начале уже в Торе дает Евангелие. И я так себе там написал. Надо же, такие глупые евреи и иврита не знают. Вообще ничего не видят, что в Торе написано. Хорошо, хоть американец нам глаза откроет. Будем знать теперь, как перевести это имя или то. Там три имени правильно, а остальные все неправильно он переводит. То есть он переводит, как ему хочется. Чтобы это подходило под его теорию. Меня извините. Я просто дома сел. Потратил чуть-чуть времени. Открыл словарь. Вот. Эван Шушан. Это толковый словарь иврита на иврите. В восьми томах. Восьмой том, правда, это Ариха. Это уже точно не вошло. И я прошелся по именам. Вообще другой смысл. Ну, как можно об этом... А люди, когда не знают, им это все проходит. Я уверен, но признаны все это исполняют. И мне кажется, вот, кстати, мессианские общины, они должны стать неким мостом между христианским и иудейским миром. Чтобы эту пропасть засыпать. Просто засыпать. Потому что как в одном лагере, так и в другом есть перекосы и отклонения. Я не претендую там на роль, знаете, супер продвинутого человека. Но я верю, что вот в нашем поколении все-таки поднимутся хорошие, грамотные теологи и учителя, которые сумеют внятно объяснить теологию, опираясь только на Священное Писание. И подтверждая ее, естественно, около библейскими книгами. С 8 по 17 стих отрывок. Я просто привыкла зачитывать всегда текст. Нормально для вас, да? Если кто-то не читал, так вот и прочитаем все послание к книгам. Всем находящимся время возлюбленным бочем. С 8. Прежде всего, благодарю Бога моему, черезешу Мессию за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благоествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы Боря Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и еленам, и бармарам, и самым невежным, и так, что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стяжусь благовествования Мессии, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, правильный верою жить будет. Амин. Вот интересно, обратите внимание, он говорит, не христианин, он говорит, иудею открывается, верующему в Ишуа, иудею, и елену. Потом уже, да, потом, после этого. Шаур говорит, что он готов проповедовать Евангелие и в Риме. Главная мысль здесь, в этом отрывке, он не стесняется этого. Вот он не стесняется быть верующим, озвучивать свою позицию. Почему он не стесняется? Да потому что в нем есть сила. Вот в этом Евангелии есть просто сила термоядерного взрыва, даже не атомного. Атомный это так, хлопушка, по сравнению с Евангелем. Потому что эта сила спасает человека от его неминуемой гибели в аду. Спасение, оно... Вот в Иврите обычно это Ишуа, да? Оно слово Ишуа, спасение. А имя Ишуа. Одна буква там ГЕЙ только добавляется и все. В спасении есть Ишуа, и Ишуа заканчивается на Айн. Дело в том, что вот это слово, оно, как правило, используется в настоящем времени. То есть всегда, когда в Танахе пишется о спасении, то там видно по тексту, то от Амалекитян спасся, то Давида Цаула спасся, то еще от кого-то вот спасение, вроде как вот на сейчас. А ГЕЙЛА, вот это уже как бы относится дальше туда. Избавление от чего-то более глобального. Но дело в том, что... Помните, как написано в Брит Хадаша? На небе ангелы радуются, когда на земле кается один грешник. Больше, чем тогда, когда 99 праведников входят в небесное царство. Почему их радость больше? Потому что вот эти вот 99 праведников получили это право войти в тот момент, когда покаялись, когда были грешниками. То есть, духовный мир радуется не тому моменту, когда ты пересекаешь ворота, а тогда, когда ты получил право на то, чтобы их пересечь. Это важнее. Потому что то, что они туда входят, это следствие той причины, которая произошла. О покаянии, может быть, завтра мы поговорим. Я просто хочу вам подробно сказать, что покаяние... Может и не завтра, да? Сейчас не помню. По плану. Я просто вам представлю то, как описано покаяние в Талмуде. Вот более понятного объяснения нигде не нашел. Что это такое вообще покаяние? Как это работает? Понимаете? Как крутятся вот эти шестеренки в этом механизме, что человек что-то сказал и вдруг благодать сошла. И вообще, что такое благодать? Поговорим об этом. Сейчас вернемся вот к этому тексту. Спасение, когда мы говорим, мы получаем вот вроде сейчас на земле, но уже сейчас на земле же Бог нас спасает или нет? Оберегаем. Вот, например, женатым людям, да? Они же не боятся венерических болезней. Почему? Не блудят, потому что оба друг для друга все нормально. Вот спасение, как бы защита, она работает. Человек не ворует, заповедь исполняет. Он защищен. Он избавлен от каких-то наказаний, которые за это положены. Ну и так далее. На самом деле, спасение, оно уже работает в нашей жизни. Более того, если мы открываем Брит Хадоша, например, Евангелие Атеана, 6 глава, 47-й. Я думаю, стих. Вот. Сейчас. 48-й. Нет, 47-й. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. То есть, написан глагол в настоящем времени. Я уже сейчас имею, если я верю. Как это работает? Представьте себе, что вам надо лететь через два месяца на самолете. Ну, куда вы хотите лететь? В Нью-Йорк, в Москву, в Париж, в Иркутске. Вы купили билет. Так? Когда вы купили билет, вы получили право сесть в этот самолет и лететь в него? Ну, вот и все. Вот как работает спасение. Понимаете? Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект. И наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов. Чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, у вашей веры, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью. И лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны. И вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите. То при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита. Давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Donate, пожертвовать и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok